Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И прошу меня простить, если это видео покажется вам несколько сумбурным, может быть даже где-то затянутым. Родилось это видео, идея этого видео родилась спонтанно и будет оно проходить под эгидой вот такой фразы. В общем-то это фраза, смысл этой фразы сейчас прослеживается во многих работах современных ученых, медиков, прежде всего. Во многих психологических изысканиях прослеживается эта мысль, но это реалии наших дней. В художественной литературе встречается это много. То есть люди говорят о том, что действительно в периодической литературе, что не помогает, не помогает. Обращаемся к врачам, ни для кого не секрет, что таблетки сейчас многим просто не помогают, условно говоря, в кавычках. Конечно они там снимают какие-то симптомы, головную боль, температуру сбивают и так далее, и так далее, и так далее. Об этом я не спорю. Но даже вот перечисленные мною два случая, головная боль, температура, это не просто так. Симптомы они не сами по себе, они наша жизнь. И это некие следствия от неких причин нашей жизни, нашей деятельности. Современные болезни таблетками не лечатся. Об этом можно много говорить, много дискутировать. Одним словом, я попытался создать некую таблицу, взял за образец ту медико-санитарную часть, в которой сам работаю. И озаглавил этот документ, эту таблицу помощь. Что я под этим имел ввиду? Таблица типовые подразделения ЦМСЧ, где требуются психокоррекционные, реабилитационные мероприятия психологов, медицинских психологов, психотерапевтов. Взял справочник своего предприятия, своей организации ЦМСЧ и вычленил из всего спектра те отделения, которые, на мой взгляд, те службы, отделения, которые, на мой взгляд, нуждаются в работе психологов. Чтобы в них работали психологи. Да, вот так вот смело. Ни для кого не секрет, что многие болезни на данный момент, они во многом являются психосоматическими. Или основа их лежит где-то в психологии, в психике человека. Различного роза неврозы, социопатии, значит, какие-то общесоматические проблемы и так далее. Лежат их, основа их, корень лежит в психике, в психологии человека. В разных смыслах, грубо говоря, здесь 33 пункта. Одним словом считаю, выложь и положь мне, как минимум, 33 психолога, лучше всего медицинских. Или просто психологов в некоторых случаях. И эти психологи должны иметь свой прием в каждом из этих отделениях. То есть иметь, как минимум, кабинет, место рабочее и должны находиться в этих отделениях. Ну, давайте попробуем. Я попробую приводить пример. И, может быть, почему я говорю, что видео затянуто, может получиться. Попробую пробежаться по каждому отделению. Это видео, возможно, будет несколько не объективным, но таким эмоциональным. Но, тем не менее, приемное отделение городской больницы. Приемник, как его называют. В каждом ЦМСЧ такой существует. Проходят какие-то, значит, приходят люди. Кто-то ногу подвернул, кто-то ногу сломал. Кто-то, значит, вызывает скорую, у него гипертонический криз. У кого-то непонятно что. Давление подскочило. Люди разные бывают. Молодые, старые, мужчины, женщины. Одним словом, каждый человек попадает, прежде всего, в приемник. То есть, его привозят или на скорой, или родственники его привозят. И он заходит в приемное отделение городской больницы. Обращается в приемный кабинет. Его там успешно, дыша перегаром, посылают в коридор. Вот, подождите, не до вас, у нас тут еще перед вами 10 человек. И этот человек с переломанной ногой сидит на стульчике, скривившись, и ждет, когда его примет врач приемного отделения. Или же там, может, даст Бог ему капельницу какую-нибудь поставит, если у него там резкие боли, где-то что-то, могут какую-нибудь капельницу воткнуть, чтобы, как бы, перележал 10-15 минут, пока врач приемного отделения вызовет соответствующего врача со соответствующей специализацией по тому или иному вопросу, который, бросив, должен все свои дела по отделению, там, прием, также лечение больных, потенциально дежурищий врач из отделения, ну, предположим, там, из операционных, из операционного отделения, да, или из пульмонологического, должен прибежать, осмотреть этого пациента в приемнике и, соответственно, принять его или на стационар, то есть стационировать, положить на койку, или еще каким-то образом, там, поработать с ним, отправив его домой, сказать, у тебя все нормально, кость сама срастется, давай, иди отсюда. Вот так вот работает приемное отделение городской больницы. И, соответственно, ни для кого не секрет, бывает по-разному, бывают разные случаи, представьте себе ситуацию, допустим, да, то есть встречает даже не врач, понятно, что врач, прежде всего, там, не знаю, там, приемного отделения, хирург или терапевт, или еще кто-то, кто дежурит в данный момент. Параллельно с этим где-то находится медицинский психолог, и медсестра заходит к нему и говорит, Иван Иванович, пройдите, у нас там пациент сложный, пускай это не алкоголик, да, там, у нас будет пример, не загибающийся от того, что он перепил после очередной, там, праздника запоя, а нормальный, в общем-то, адекватный, здоровый человек, там, будь то женщина 50 лет, или там, молодой человек 30-40 лет и так далее. Подходит к нему психолог, как ваши дела, задает он вопрос. Вот это как ваши дела, если разобраться и смотреть в суть, вглубь этого вопроса, этой проблемы, пожалуй, во многих случаях, может быть, в 70% случаях, помимо осмотра перелома ноги, человек ждет хирурга, да, вот эти как дела, чем я могу вам помочь, позвонить ли вашим родственникам, сообщить ли о том, что с вами случилось, или еще что-то проделать, сесть рядом с этим пациентом на стул, или присесть около кушетки, на которой он лежит, получая капельницу, его привезли на скорой с резкими болями в области живота, да, задать ему этот вопрос, это, пожалуй, на 70% помощи этому человеку, вот на данный момент. Никто никогда не убедит меня в обратном, что такие слова, такой человек рядом, медицинский психолог в приемном отделении, или даже просто социальный работник, просто психолог, вот эти слова, как у вас дела, могу ли я вам чем-нибудь помочь, позвонить вашим близким, значит, что-то еще для вас сделать, там, еще, 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 вариантов может быть десятки. Никто меня не убедит, что такие слова не нужны в этом приемном отделении городской больницы. Идем дальше. Травматолога-ортопедическое отделение. Обязательно, обязательно. Человек ходит или не ходит? Что его ждет в будущем? Как он себя чувствует? Есть ли у него проблемы? Куда он поедет после этого отделения? Есть ли у него родные, близкие? Может быть, кому-то что-то сообщить и сказать, все у вас будет хорошо, я разговаривал с врачом, даже если не разговаривал с врачом. Все равно произнесение слова о том, что я разговаривал с врачом, и врач дал положительный прогноз вашей проблеме. Это 90% решения психологических проблем, проблем человека, находящегося в травме. или человека, ожидающего. Вот он поступил, праздник, у него перелом голени, женщина, конкретный пример. Ей сказали, через 4 дня ее положат на операцию, пока одели гипс, будет операция сложная, значит, и звонит мне ее родственница. Помогите, значит, спасите. Никто на нас внимания нам не обращает, врачи к нам не подходят. И, причем, эта ситуация может быть как и в выходные дни, и в праздничные дни, да и просто в обычные рабочие дни. Человек может проезжать 4 дня, и очень, 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 очень сильно вероятно, что к нему просто никто не подойдет. В лучшем случае зайдет санитарка помыть пол или заскочит медсестра поставить капельницу. Причем человек должен лежать, наблюдать за этой капельницей на протяжении 40-50 минут. А вовремя ли ее у нее уберут, эту капельницу? И, соответственно, а к какому хирургу я попаду, думает человек, как длительно будет длиться эта операция? Он лежит 4 дня, эта женщина лежит. А когда к ней подходит медицинский психолог и говорит, вам предстоит операция? Да, 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 доктор, что вы хотели? Я готова все выполнить ради того, чтобы получить информацию. И медицинский психолог сообщает ей о том, что я разговаривал с лечащим врачом. Операция, как вы знаете, состоится в этот день. Вас утром в 8 часов разбудят. Вы покушаете или не покушаете, неважно. Значит, у вас есть родственники, значит, они вас навещают, может быть, мне позвонить и сказать, что вам что-то еще надо. У вас вообще телефон заряжен? Зайгарник, Рубинштейн называли это работой у постели больного. Не только диагностической работой, но и психокоррекционной, реабилитационной работой. И от того, как человек проведет эти 4 дня перед операцией, лежа в душной палате, и на него не обращают никакого внимания, медперсонал им это не надо, им за это не платят, и платят им копейки. Я говорю, в лучшем случае медсестра капельницу поставит раз в день в 11-10 часов и убежит на целый день. И этот человек лежит. А что за врач меня будет оперировать? А медицинский психолог должен ответить, не задавая этого вопроса, потому что это в любом случае возникает этот вопрос у нормального, обычного человека. Кто меня будет оперировать? И медицинский психолог должен сказать, что это будет то-то, то-то. Это хороший врач. У него было несколько случаев. О, вы знаете, каких людей он ставил на ноги? И после этого этот человек на всю жизнь запомнит, что к нему перед операцией подошел медицинский психолог и поддержал его морально. Травма. Вот это травма. Дальше идем. Операционный блок. Отдельная песня. В нормальных цивилизованных странах, перед тем, как человек выезжает на операцию, одевает какую-то, я не знаю, в зависимости от того, где будет и на какой орган направлена операция, к нему в нормальных цивилизованных странах, я имею в виду Америку и Германию, подходит человек и задает вопрос, как у тебя дела, браток? Все ли у тебя в порядке? Какую музыку ты хочешь слушать после того, как тебя привезут из операционного блока? Что ты хочешь, чтобы звучала? Брамс или лунная соната Бетховена? Чтобы играла в твоей палате, после того, как тебя привезут из реабилитационной в твою палату переместят. И человек улыбается и говорит, а я вот хочу эту музыку услышать, чтобы я приехал после операции, и меня встретили мои родители, братья, сестры, или же никто не встретил, но чтобы звучала лунная соната Людвига Ивановна Бетховена. Так живут цивилизованные люди. А самое главное, перед операцией к человеку подходит не специалист, который берет у него подписку формально о том, что он дает разрешение на проведение операции, хирург подходит, дает подписку, подходит анестезиолог и говорит о том, что подпишите разрешение на анестезиологию, подписал и ушел. И человек продолжает лежать. Во сколько его завтра поднимут? Надо ли пописать, покушать перед всем этим? Ничего этого не делается. Он лежит в душной палате на 4-6 человек, в лучшем случае на 2-х, и ждет этого самого момента, когда его завтра, он теряет 20 лет своей жизни за этот вечер, перед тем, как ему поступить на операцию. Можно много об этом говорить. ОТОЛОРЕНГОЛОГ Обязательно, обязательно, медицинский психолог, или просто психолог, должен сидеть рядом, на приеме, или находиться рядом с врачом, занимающимся проблемами, проблемами ОТОРЕНГОЛОГИИ. Обязательно, без этого просто нельзя. Глаза, абсолютно, человек поступает, ему делают операцию, или какие-то процедуры ему проводят, и к нему всегда, не сидя на месте, не сидя в коридоре, должен подойти медицинский психолог, сказать, здравствуйте, почему вы плачете, или почему вы, значит, у вас что-то болит, пойти к медсестре, и сказать, подойдите, проявите к нему медицинское какое-то внимание, там, лекарство какое-то, дайте обезболивающее, или еще что-то. Атмосфера глазного отделения, условно говоря, да, то есть, офтальмологии, это проблема, вообще, она настолько витальна, когда человек лишается, каких-то из своих органов чувств, плохо ли видит, или плохо слышит, да, плохо слышит, плохо видит, еще как-то. Соответственно, подойти, перед операцией, а особенно после операции, медицинский психолог, психолог обязан в офтальмологическом отделении после операции, опять же, да, если говорить об операционном лечении, подойти и поработать с этими людьми, которые сидят там, 3-4-5 человек, им неделю назад провели операцию, они плохо видят, тихонечко медсестры, пойдемте, с вами сейчас медицинский психолог пообщается, их садят в мягкие кресла, садится человек, и на фоне легкой музыки начинает им объяснять, что не так все страшно, и что вообще я вам обещаю, что вы будете, по крайней мере, читать книги, и если не читать, то их слушать, и я вам дам набор из 2000 аудиокниг, и вы не будете лишены чтения для женщины, допустим, которая родилась в Советском Союзе, которая читала всю жизнь журналы «Наука и жизнь», и работала научным сотрудником, а потом попала с глазами на операцию, и ее вдруг медицинский психолог успокаивает, что она лично передаст ей 3, 4, 5 DVD дисков, и в общей сложности она получит несколько тысяч аудиокниг по самой разной тематике, и всего лишь ей надо, чтобы родственники купили телефон, и она загрузит ей в этот телефон эти ее аудиокниги, и она сможет их слушать, классику слушать, чехово перечитывать, вот это состояние человека, который выйдет из этого кабинета после операции, не после операции, а восстановительное, если какое-то лечение происходит, выйдет и будет знать, что книги ему будут доступны, это надо видеть этих людей, микрохирургия глаза. Про хирургическое отделение я уже сказал, люди, находящиеся на излечении в хирургическом отделении, должны иметь ежедневный, не просто подошел-ушел, если психолог знает и понимает, о чем идет речь, и он работает с психологом, у него развитая эмпатия, он должен зайти к этому пациенту 10-20 раз на дню, дотронуться до него, сказать, все ли у вас в порядке, болит, но ничего, потерпите, все будет хорошо, 20 раз надо зайти в эту палату и сказать, все будет хорошо, если отторжение или какая-то защита, агрессия, по-другому себя повести, но то, что медицинский психолог должен зайти в хирургическое отделение, для меня не вызывает никаких вопросов. Гнойная хирургия, та же самая ситуация, да? Сплошь и рядом это случается. Ну да, ну ошибка, медика, еще что-то, где-то не уследил, где-то что-то, где-то как-то. Человек напряжен не только по поводу какого-то хирургического вмешательства, но и по поводу своего, прежде всего, будущего. Реанимация и анестезиология. Казалось бы, ну где тут психология? Да ничего подобного. Уверенность в том, что у вас все будет хорошо, должна зиждеться не только на подписке, которую вы дали анестезиологу перед операцией, а должна базироваться на 15-20 минутной беседе с человеком в белом халате, пускай у него будет написано на бейджике «Медицинский психолог». Уверенность в том, что реанимация будет произведена с должным уровнем. Господа мои, реанимация и анестезиология в Германии и в России это две разные вещи. То есть, анестезиолог в Германии, я извиняюсь, анестезия в Германии, у нас встают с... через 3-4 дня очухиваются люди, да? А операции сложнейшие в Германии проводятся амбулаторно, удаляют раковые опухоли амбулаторно. При этом анестезиология позволяет вставать на следующий день при тяжелейших операциях. То есть, настолько это качественно происходит, настолько качественные лекарства ставят. И вот то, что я о чем сейчас говорю, надо подойти медицинскому психологу, к больному, который ожидает операцию, у которого врач-анестезиолог в конце рабочего дня уже подошел, бросил ему бумажку, прочитайте, распишитесь, завтра у вас операция, и ушел, убежал. А после этого заходит, никто не заходит, и вот он мучается эту ночь, он теряет нервные клетки, и лучше, я не знаю, там, две войны пережить, чем один такой вечер. Заходит медицинский психолог и говорит о том, что, значит, у вас хорошая анестезия, у вас лучшие лекарства, что вы выйдете. Потом никто никогда не спросит, через сколько часов вы вышли из состояния, да, сна. Когда, значит, перестанет действовать анестезия, в Германии это происходит на следующий день, при операциях на головном мозге. У нас это происходит на второй, третий, четвертый день, люди выходят из анестезии, значит, у них там синяки под глазами после, значит, операции, и они очухиваются через три дня в жаркой палате на шесть человек. К ним никто не подходит, их только раз в день вызывают на перевязки по радио, и то, может, не каждый день. Вполне спокойно, человек может два-три дня пролежать, к нему никто не подойдет, а повязка мокрая. Протекшая повязка не является, заклинило слово, она не является стерильной. А люди лежат, два-три дня лежат, нога, значит, кровь выступила, шов где-то еще, он лежит весь в крови. И медицинский психолог нужен, не нужен в этой ситуации. Человек дотрагивается до своей мокрой повязки и думает, ну хоть кто-нибудь зашел бы, хоть нянечка, я бы кого-нибудь позвал. А медицинский психолог должен зайти, озаботиться, как он себя психологически чувствует. Если психологически он себя плохо чувствует, пойти и дать пинка дежурному врачу, который бы должен сделать ему перевязку. Вот так я считаю. Терапия. Тут вообще вопросов нет. Люди лежат, вот здесь у нас их несколько терапий, да, в нашей ЦМСЧ, люди лежат неделями. Где-то лучше, где-то хуже на них смотрят. Но как бы терапевты, они как бы все-таки, как бы основная лечебная специальность, да, они с ними как бы разговаривают с людьми. И то, иногда настолько это сложно все происходит. Люди ходят по коридору, ловят этого терапевта, а скажите мне, а можно мне это, а можно этого нельзя, и так далее, и так далее. Вариантов вот такого общения с людьми, терапевтами, и терапевтами, масса, и многие эти проблемы, эти решения, могут быть получены человеком от своего личного медицинского психолога в терапевтическом отделении. Обязательно в терапии должен находиться, опять же, да, если говорить о неврозах, почему терапевт, да, то есть, почему не, 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 не медицинский психолог, у человека язва, или у человека, я не знаю, там, гастрит, значит, ишемическая болезнь, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка. Почему лечат терапевты? Современные болезни таблетками не лечатся. Ими должен заниматься медицинский психолог, психотерапевт. Неврозы. Я перечислил психосоматические заболевания, несколько основных. Язвенная болезнь желудка формируется. Почему? Много причин. Соматику, книги написаны, профессора работают, но смысл один. Нервничает человек, переживает гипертоническая болезнь, расширяются сосуды, то есть давление крови на сосуды возрастает, закрепляется условно-рефлекторный механизм. Все по Павлову, как у собак Павлова. Соответственно, человек на любое волнение начинает реагировать повышением артериального давления. Он на работе понервничал, у него нос кокнуло. Домой пришел, рюмочку выпил, жена по голове погладила в лучшем случае, сказала, все у тебя будет хорошо, все наладится. Вот у нас психотерапия семейная. А почему бы в терапевтическом отделении медицинскому психологу не подойти и у постели больного, как писала Рубинштейн из Игарник в совместной своей работе, у постели больного не выяснить причины предневроза или уже сложившегося невротического состояния человека, которое приводит к его язве или ишемии. Обязательно, 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 обязательно. В терапии должны работать медицинские психологи. Гастроэнтерология, ну, в общем-то, я уже все сказал, да, по поводу язвенной болезни желудка и других заболеваний, сопутствующих ли, чем они обусловлены, как помочь этому человеку? Не лечатся они таблетками. Надо устранять причину, смотреть в корень этой проблемы. Кто будет смотреть? Терапевт? Да идите вы нафиг со своим терапевтом. Медицинский психолог должен сидеть у постели больного с язвенной болезнью желудка и разбираться с ним совместно, помогать пациенту разобраться в причинах этого заболевания. Разобравшись в причинах, это уже 50% из лечения. В Германии прямо так и говорят, 50% из лечения это психоуспешные операции, из лечения, это настрой человека на выздоровление. Я думаю, что это далеко не 50%. Я считаю, что в нашей российской действительности, при том, что у нас медицина в упадке находится и вообще здравоохранение ориентировано на то, что значит лечитесь сами с 2000-х годов, фармацевт в аптеке для нас более важен, нежели врач. К врачу еще не попадешь или обхамят, или еще что-то сделают. А фармацевт ему подойдешь, скажешь, голова болит, он тебе что-нибудь да подскажет. Лечитесь сами, дорогие граждане. Не справляется наша медицина официальная с этими заболеваниями. Официально курс медицины с 2000-х, с конца 90-х, с начала 2000-х годов на лечение, самостоятельное излечение человека. Не может врач ему помочь. А почему не может? Да таблетками это все не лечится. Язву надо устранять в корне, в причине, а не альмогельчик пить. В лучшем случае, если он есть в больнице. А в худшем случае, идите опять же, к тому же, фармацевту, он вам что-нибудь скажет, подскажет. То же самое, пульмонология. Это страшное дело. Сколько у нас людей, значит, вышедших из мест заключения и страдающих различного рода заболеваниями органов дыхания, да? Кериатрическое отделение, хосписы. Понятно, что основное, что приносят больным людям их родственники, отправляя в это отделение, это памперсы и так далее, и тому подобные вещи. Будем говорить о хосписах, Вот сейчас это очень популярно, значит, модно и так далее. Хосписы. Памперсы принесите, значит, там утку принесите, еще, 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 еще что-то. Кардиологическое отделение, мною упомянуто, да? То есть, проблемы сердца, это психосоматика чистой воды. Просто так, ну, понятно, существуют наследственные какие-то вещи, тут я не оспариваю и не отбираю, значит, роли кардиологов, а именно вот, приобретенные заболевания, то есть, какая-то предоспороженность, она была стимулирована жизнедеятельностью человека, у него проблемы с сердцем, там, может быть, ему пересадку сердца сделали, даже вплоть до этого, там, ну, или вообще, да любые кардиологические сердечные проблемы, они в основе своей лежат в социальной сфере человека, они формируются его жизнью, сердце болит не от чего-то, а от кого-то, от каких-то причин, которые непосредственно окружают людей, будь то, значит, в рабочей сфере, в производственной сфере, будь то в семейных каких-то отношениях, еще что-то, без этого нельзя, то есть, медицинский психолог в кардиологии, это самый главный специалист, неврологическое отделение, нет, ну, хорошо, да, давайте, значит, будем дальше продолжать таблетками пичкать, значит, успокаивать там людей, что вот вы сейчас попьете таблетки, значит, у вас там выровняется, там, кровь поправим, значит, будет более-менее, там, настроение выровняется, и так далее, неправильно, говорят, потому что неврология где-то рифмуется с психологией, вот где-то рифма у них проскакивает, поэтому они вынуждены это делать, неврологов нет, их очень мало, специализация редкая, ну, по крайней мере, я сужу по каким-то местечковым больницам, значит, СМСЧ, обязательно в неврологии должен быть психолог наряду с, медицинский психолог, наряду с врачом-неврологом, а что такое врач-невролог? Это раз в день зашли, значит, капельницы назначили, лекарств нет, капают вообще неизвестно, что, витаминки капают, денег нет, покупайте родственники, дорогие лекарства, пожалуйста, мы им прокапаем, все сделаем, но капельницы, это дело хорошо, но в доме надо иметь и мясные закуски, как говорилось в одном популярном анекдоте. Кожевен-диспансер, все понятно, сложный контингент, но даже молодого человека, который случайно или не случайно что-то где-то как-то заболел в этом направлении, молодой ли человек, или человек, допустим, уже там освободившийся из мест не столь отдаленных, или просто возрастной человек, у которого какие-то проблемы с кровью, со всеми этими внутренними делами, поддержать этого человека и сказать, что на этом жизнь не заканчивается и все будет изменено, а у нас, значит, ходят эти люди, одевают черти-четом, чтобы только не увидели, что у них там какие-то заболевания есть, ну, неважно, это уже частности, без сомнения, должны быть медицинские психологи и в этом отделении. Туберкулез, если кто-то мне скажет, что в туберкулезном отделении при всей своей неприятности всех этих вещей не должно быть психолога, я тому, я не знаю, я просто скажу, ну, что за человек это, 21 век, где ваша, значит, вообще мораль, этика, какая-то гуманистическая направленность всего того, что представляет из себя человек соболезнующий, человек помогающий и так далее. Наркологическое отделение, тут наркология, психиатрия, не только диагностика, да, вот медицинские психологи занимаются у нас диагностикой, это хорошо, это правильно, они ставят диагнозы на своем симптоматическом уровне, грубо говоря, подобно тому, как терапевт ставит термометр человеку и видит там температуру 37,2, и говорит, эээ, братец, да у вас температура, и это может быть симптомом, там воспаление легких, там простудой банальной, гриппом, ОРВИ, вот то же самое в наркологии и психиатрии делает медицинский психолог, диагност, проводя экспериментально-психологические исследования, он диагностирует на уровне симптомов, сводит все это к синдромальной, патопсихологической диагностике, на уровне синдромов психологических работает, а затем передает все это врачу-психиатру или наркологу, и он уже выставляет нозологическую значимость этого заболевания, открывает свое МКБ-10, читает там у них 10-11 нозологий, открывает и читает, значит выставляет, соответствует, значит не соответствует, значит данным МКБ-10, вот этим перечисленным в этих разделах МКБ-10, и выставляет уже нозологический диагноз, но работает диагност психолог, медицинский психолог, хорошо, поработал он, вот смотрите, всем известный, и многие-многие медицинские психологи, используют, работающие в психиатрическом отделении, кто знает, тот меня поймет, используют предположим методику 3К, хорошо, значит поступил больной, СЦХ, шизофрения, значит вывели его из острого состояния, вышел он из этого состояния, перестал лежать на вязках, кричать, орать, значит там бредовые какие-то мысли высказывать, галлюцинос, галлюцинации и так далее, вышел он из этого состояния, вывели его, прокололи ему там, амитрептилин, еще что-то, еще что-то, еще что-то, вышел он, ходит, слоняется по этому отделению, и многие медицинские психологи знают элементарную, простейшую методику 3К, этих методик в институте имени Бехтерева, Сеченова разработано несколько десятков, самая простая методика, которую можно себе представить в психиатрическом отделении, в психиатрическом отделении работающего медицинского психолога, работающего с заболеваниями из области большой психиатрии, это шизофрения и маниакально-депрессивный психоз, работает он с ними методикой 3К, он заводит их в отдельную, там 3-4 человека набирает таких, вышедших из острого состояния, набирает их, значит, заводит в комнату, а потом говорит им, вы видите этот стол, показывает настоящий в этой комнате стол, ему кивают, говорят, видим, подойдите к ним, к нему, люди подходят, шизофреники, да, то есть подходят к этому столу, психолог им командует, коснитесь этого стола, они подошли, коснулись этого стола, почувствовали шероховатость вот этого, да, и соответственно, вы слышите, о чем я говорю? Слышим, вы видите этот шкаф? Видим, подойдите к нему, включаются тактильные, осязательные, обонятельные, и все остальные рефлексы, человек из мира собственных грез и представлений, только-только проколотый, там через 3-4 дня, он может совершать над собой психотерапевтические, психокорреляционные действия, он из мира иного, возвращается в мир реальности, он увидел этот стол взглядом, он подошел к этому столу, он двигается, мозг ему управляет, он возвращается в реальность, из этого бреда галлюциноза, когда над ним бабочки летали, или филин ухал, подходит к этому столу, дотрагивается до него, тактильные ощущения испытывает, он, но это самый простой элементарный пример, а ведь психолог может не только дать ему там, подойти к скалу, к столу, к кушетке, к шкафу, то есть еще какие-то методики, таких методик около двух десятков существует, из мира грез, из мира болезни, медицинский психолог, кто? Психиатр этим будет заниматься? Это не их епархия, это они, это для них слишком, это не, низкий полет, они занимаются лечением, они значит выводят из психоза, а заниматься этим должен медицинский психолог, смешно звучит, но вот это психокоррекционное мероприятие 3К, то есть три контроля, контроль, контроль и еще раз контроль, человек контролирует свои осязательные, тактильные, обонятельные, там двигательные и так далее рефлексы, возвращаясь с этих вязок, и если в психиатрическом отделении, или в наркологическом отделении, выходя из какого-то состояния, там опиаты, алкоголь, еще что-то, человек возвращается к реальной действительности, он вдруг начинает осознавать себя здесь и сейчас, разве это не психологическая помощь, разве это не психологическое излечение, возвращение человека в реальный мир, в реальную действительность, судьба этого человека, другой разговор, это группы, то есть вот эти балентовские группы, там еще что-то, еще что-то, методики существуют, и они действенные, они работают, да, вот смешной случай, да, вот когда собирают там алкоголиков, они там хлопают друг другу, не просто так хлопают, думаете, эти хлопки в теории обусловлены просто по приветствиям, что ли, себя, ничего подобного, там очень мощная теоретическая основа, и заниматься этим должны кто? Врачи, психотерапевты, медицинские психологи, психиатры, пусть свой там амитрептилин колют, без обид, то есть это действительно так, наркология, психиатрическое отделение, инфекционное отделение, да, инфекции, ну, ребят, разбираться в причинах всего этого, правильно, должен врач-инфекционист, но помогать и поддерживать в том, чтобы человек был настроен на то, что все будет и дальше, у него хорошо в жизни, в его, должен медицинский психолог, выложьте и положьте мне, до какого пункта дошли? До 20-го, выложьте и положьте мне 20 человек, медицинских психологов в каждое отделение, и это объективно, говорить о каждом можно еще и еще и еще и еще, продолжим, продолжим, гинекологическое отделение, ребят, сколько у нас сейчас детей, значит, испытывают проблемы, вследствие того, что, значит, неправильный уход, значит, после родов, да, за ними плохо наблюдали еще как-то, давайте объединим, гинекология и родители, родильное отделение, а сколько у нас отказников, мамочки, да, бросают там, месячный, кого месячный, быстрее, через неделю, хоп, ее уже нету, она дальше пошла с друзьями, пиво пить, 16-летней сикушки, у которой еще там, значит, ссыта на, на белый снег еще, ничего не видел, ничего не знает, а у нее уже двойня, тройня, тройня, четверо, да, четверо детей, а она, ей 17-18 лет, и дети нафиг не нужны, оставляют, и берут люди потом, забирают этих детишек маленьких, кто доброе, хорошо, если это случилось сразу же, в родильном отделении, из роддома, передают, значит, там, супружеской паре, которая, или же, не имеет детей, или хочет еще иметь детей, и это правильно, без этого никак, но поговорить с этой мамочкой, ребят, ситуации очень много, всяких, жизненных, если человека можно понять, его можно простить, может быть, эту мамочку можно простить, а может быть, она сама себя не прощает, за что-то, тут, даже вот в этой фразе, да, сама себя не прощает, эта фраза, во многом отражает ту, психотерапевтическую, психокоррекционную работу, которая должна проводиться, с молодыми мамами, и не только в моменты, послеродовые, но и дородовые, что они пришли, да все у тебя нормально, иди отсюда, все, она пошла, ходит, значит, потная такая, что это тяжело, и тут в горку подняться было, ладно, значит, никто с ней не занимается, ладно, если есть муж, нормальный человек, который не пьет, поддерживает, ждет, и так далее, а если нет никого из близких, или бабушка одна, или еще кто-то, ситуаций огромное множество, сотни, я не знаю половины, этих ситуаций, но то, что этим людям нужна поддержка, этим женщинам, и мужчинам в том числе, если речь идет о семейной паре, для меня не вызывает никакого сомнения, кто вами, когда занимался, медсестры, которые принесли, бросили, все, корми как хочешь, а у нее живот распорот, и она лежит, значит, не знает, как повернуться, чтобы покормить этого, значит, желанного для нее, может быть, дай бог, ребенка, а если еще и нежеланного, и все, и она предоставлена сама себе, на всю ночь, покормит, не покормит она этого ребенка, неизвестно, а на то, чтобы покормить, перед этим должен зайти медицинский психолог, вместе с этой медсестрой улыбнуться, и сказать, вот вам ваш ребеночек, может быть, она и не оставит этого ребеночка, если вдруг он к ней присосется, а они бросают, по каждую неделю, каждый месяц, десятки, сотни по всей стране, десятки в отделениях, значит, сотни по всей стране, тысячи по всей стране, бросают младенцев, бросают детей своих, и уходят, а если бы зашел все-таки медицинский психолог, и по-другому бы ей приложил, и передал этого ребеночка маленького, когда она лежит, после, значит, кесарево сечения, значит, на столе, на кушетке в своей палате, не знает, как повернуться, у нее все бежит, значит, и медсестра ей просто приносит, и кладет, все, давай, корми, нету такого, да вы что, в каждом отделении это происходит, у нас нет медицины, это проявляется на детях, а на западе, какой головкой, какой стороной головкой положишь, той стороной, ребенок и думать будет, да, правая полушария отвечает за логику, левая за эмоции, или наоборот, не помню уже сейчас, не важно, в Германии, в Америке, товарищ приехал, из Бельгии приехал, рассказывает, да, кладут, хотят, вот мамочка, подготовленная медицинским психологом, первый раз на короление приносят, она на самом деле кладет сторонкой, хочет, чтобы девочка там художницей стала, она ее положит в себе в соответствующей стороной головки, думаете, нет в этом смысла, идите нафиг, смысл огромный в этом во всем, и психологи должны сопровождать родильные отделения, гинекологические отделения, разбираться, а почему, значит, люди расстаются, почему они не хотят этого ребенка, и так далее, отделение детской больницы, ну вот как-то так случается, может быть мне просто это кажется, ну как-то там в детских больницах работают более отзывчивые медсестры и нянечки, хотя тоже в нашей больнице, перед тем, как попасть, в западной больнице, перед тем, как попасть на прием, в Америке, это точно вот это жизненный случай, да, человек попадает, ему предстоит поход к врачу, ему приходит по электронному адресу, значит, анкета, в которой необходимо 200 вопросов, человеку ответить, а какую музыку вы хотите слушать, когда, значит, у вас будет проходить операция, допустим, там, стоматологическая, я так немножко перескочу с темы детской больницы, да, значит, он отмечает, я хочу слушать такую-то музыку, и приходя в кабинет, когда его туда запускают, чтобы полечить зубы, поставить укольчик обезболивающего, и, значит, поставить там, это, снять коронку, поставить пломбу, или еще что-то, звучит та музыка, которую он отметил в этой анкете, так в Америке происходит, это реальность, и в детской больнице, да, то есть, когда речь идет о заболеваниях маленьких детей, медицинский психолог, вы знаете, хороший, качественный специалист, перед ним очередь будет стоять больше, чем перед врачом, а очередей быть не должно, должно быть 2, 3, 4, пускай 10 медицинских психологов, потому что дети это все, это самое главное, ради чего мы все с вами живем, если вы понимаете меня, о чем я говорю, в детской больнице обязательно должен быть детский психолог, и пускай это даже, значит, амбулаторный прием, если это детская поликлиника, вот как ниже у меня указано, да, если это детская больница, значит, где лиги, где дети лежат одни, вы что, представьте себе 5-6 летнего ребенка, который первый раз попал, сейчас благо можно там до этого возраста с родителями лежать, раньше в советское время такого не было, не допускалось, сейчас с родителями лежат, я не знаю точно до какого возраста, до 4 или до 5, или до 6 лет, по-моему до 5, можно с родителями находиться в этом отделении, то есть выделяют отдельную палату для мамы и ребеночка, а если оставить 5-летнего ребеночка одного первый раз в жизни в детском отделении, у него простуда, у него там, я не знаю, животик болит, еще что-то, и он один, в лучшем случае вдвоем в палате со своим сверстником, это травма психологическая на всю жизнь, этого нельзя допускать ни в коем случае, ни в коем случае, а когда есть добрая тетя Валя, медицинский психолог, не в халате, а в красивой кофточке, значит и она с ними играет, или занимается, или заходит и говорит, я тебе обязательно почитаю книжку перед сном, как это делает твоя мама, вот тогда у нас может быть что-то в России к лучшему изменится, пока этого не происходит, в детском отделении больницы, в отделении стационара детского, до тех пор у нас все будут кривые, косые и 70% быдло-хамства, ничего не изменится в России, пока медицинский психолог в отделении детском не будет, не просто воспитатель, а именно психолог, обладающий специализированными знаниями, как поддержать ребенка, как его подбодрить, как его успокоить, и ребенок на всю жизнь запомнит этого человека, и будет говорить, какая она хорошая, и говорить своим детям, что там ничего страшного нет, там тетя Валя или тетя Таня работает, она тебя обязательно приголубит, с тобой посидит, книжку почитает, по головке погладит, может быть не в полном объеме, но она что-то сделает для того, чтобы ребенок, да не что-то, методики существуют, необходимое количество людей, просто надо иметь для этой работы, и вот и все, выложите мне и положите 23 медицинских психолога, или иначе у нас ничего не изменится в нашей многострадальной стране, педиатрия, ну то же самое, о чем я говорю, инфекционное детское отделение, то же самое, еще хуже, одно дело лежать, значит, в стационаре, в детской больнице, на излечении, там лекарства дают, что-то еще, 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 ну тут-то вообще-то речь, иногда и подчас, идет вообще в витальных каких-то вещах, если инфекция, ребеночку 2-3 годика, и мамочка с ним, слава богу, да, так организованно, все-таки люди понимают, врачи, медики понимают, что это необходимо, мамочка с ним в боксе находится, и соответственно, значит, там, оказывает ему какую-то помощь, или еще что-то, а иногда в этом боксе, отдельный ребенок лежит без мамочки, мамочка работает, папочка, папочки нету, и так далее, а речь идет о серьезном заболевании, выживет, не выживет, как инфекция у 2-3 летнего ребенка, и должен быть медицинский психолог, который ничего не боится, который главный в этом отделении, врач-инфекционист хорошо назначил лечение, и пошел своей дорогой, улыбнулся, пошел, погладил по головке, и все, а медицинский психолог, целый день, из палаты в палату ходит, нам амбулаторный прием ведет, не только диагностический, тут диагностировать нечего, ну и разбираться с родителями, почему так случилось, давайте попробуем что-то сделать для этого ребенка, чтобы в дальнейшем у него таких проблем не было, инфекционное отделение, поликлиника, ну это у всех на виду, вот у нас в медсанчасти их 3, если нет в поликлинике медицинского психолога, это не поликлиника, я честно вам скажу, и в диагностическом смысле, человек не знает, я не знаю, что с вами говорит терапевт, будет такое, что она будет всех без исключения отправлять к медицинскому психологу, и возможно медицинский психолог, со своей эмпатией и более трогательным и внимательным подходом, не обремененный возможно вот этой процедурой, значит постоянного приема, 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 потока людей, сможет разобраться, позвонить, в худшем случае лучше подойти к терапевту и сказать, так вы понимаете, скорее всего это может быть то-то, потому что вот то-то и то-то в психологической сфере у человека происходит, он переживает по этому и по этому поводу, он вам не сказал, вы слова ему не дали сказать, в поликлиниках ведущих какие-то острые заболевания, в онкологии или еще что-то, это вообще, это просто крайне необходимая вещь, перед врачом-онкологом стоит очередь, всегда, ежедневно, каждый день, в онкоцентре в Екатеринбурге, да, стоит очередь, 30 человек, 20-30 человек и ведется прием, сидит врач, которому далеко пофиг на то, что с вами происходит, отбиваются какие-то деньги на дорогостоящих лекарствах, обязательно отбиваются, у меня было видео по этому поводу, и должен быть медицинский психолог, как совесть людей, если врачи хотят, чтобы вообще их считали людьми с совестью, они должны не завести даже, обвести эти ставки медицинских психологов, которые даже в мыслях не должны держать нейтральную позу, скрещенные руки, хамское отношение, медсестер, которые, значит, быдло, хамство, иди на три буквы отсюда, у тебя все хорошо, у тебя все плохо, и ты никому не нужен, а человек, который тяжело, и получает в три раза больше, чем врач-онколог, потому что берет на себя ту тяжесть психологического груза, который несет в себе больной онкологией. Какие в три? В пять. От врача-онколога они получат в лучшем случае направление на стационар и на операцию, а в стационаре их должны встретить свои уже медицинские психологи, стационарного отделения, значит, онкологической поликлинике, онкологического центра. При онкологических центрах всегда существует поликлиника. И вот через поликлинику люди попадают с приема врача-онколога, попадают, ну там много врачей сидит, каждый онколог по-своему специализируется, кто-то там на опорно-двигательном аппарате, кто-то на внутренних болезнях, кто-то там на головном мозге и так далее, и так далее, и так далее. Потом он их отправляет в стационар, онколог, да, или же химиотерапию, радиационную терапию проводить, еще что-то, еще что-то. Ему пофиг этот человек. У него поток идет, у него каждый день перед его кабинетом 30, 40, 50 человек у этого онколога. А люди ругаются. Значит, в стрессе дичайшем находятся. Это надо видеть, один раз увидеть и потом пойти купить автомат Калашникова и расстрелять наших организаторов от медицины. За такое состояние онкоцентров в нашей многострадальной бедной стране. И такое состояние не только в Екатеринбурге, но и в других онкоцентрах нашей страны. Где-то хуже, где-то лучше, но это страшная беда. Витальная, то есть проблема жизни и смерти. Про музыку в стоматологическом кабинете я вам уже сказал, которую заказывает человек перед тем, как попасть к стоматологу. Если мне кто-то скажет, что музыка это не психокоррекция, не психотерапия, я не знаю, что я скажу этому человеку в ответ. Женская консультация, упомянутая уже мною родительное отделение. Значит, детские больницы с женщинами надо работать. Не допускать того, что она бросила ребенка на второй день, убежала, сбежала и, значит, после родов убежала из отделения. И бросила своего маленького ребеночка. Трехдневного, там четырехдневного. И не анатолог, значит, этим ребеночком вынужден заниматься без ее участия. Что, как будет протекать, кому вы попадете, не материт ли вас медсестра в этом отделении. И вообще это поветрие, то есть это правило жизни. Медсестры матерят. То есть этих женщин может быть заслуженно, может быть и надо иногда по щекам стукнуть истеричку. Я не знаю, я не спорю. Но пускай лучше стукнет медицинский психолог, пощечину даст. В себя приведет, чем медсестры сбегутся и начнут тут ее, значит, калашматить или еще как-то. Случаев полно таких. И работать с людьми, которые только-только собираются стать родителями, мамочками, да, крайне необходимо. Можно привести десятки примеров, если вот отдельное видео этому посвятить, десятки примеров этой работе можно привести медицинского психолога в женской консультации. Вопросов возникает сотни, если не тысячи. Травпункт почему-то у меня тут сдублировался. Травматологическое, ортопедическое отделение. А, ну это собственно пункт приема, травпункт, а там уже как бы отделение, стационар. Ну, я уже об этом говорил. Детская поликлиника, то же самое. Работа с детьми и с родителями. Подчас в 100 крат на 70% важнее побеседовать с медицинским психологом, чем 5-7 минут побеседовать с врачом детской поликлиники, который выдаст какие-то рекомендации по соматическому заболеванию, назначить лекарства и так далее, и так далее, и так далее. Подчас и очереди будут. Можно и индивидуальные сеансы проводить, и групповые сеансы, и кинотерапию проводить, и гештальтерапию проводить. Собирать группу 10-12 человек, и пускай, значит, они фильм смотрят, а потом оценивают, как надо воспитывать и ухаживать за детьми. Кто это делает, где это делает, когда это делает. Нету этого в детской поликлинике. Организовать такой прием, такой кабинет, не составляет никакого труда. Всегда можно найти актовый зал, кинозал, помещение метров 14, хотя бы 12-14 метров расставить в Кургаля кресло, и, соответственно, медицинский психолог принимает детей, даже не детей, детей с родителями. Отделение реабилитации детей, то же самое. Выложьте и положьте мне 33 медицинских психолога. До тех пор, пока это не будет реализовано, по каждому отделению, с каждой какой-то индивидуальной работой, со спецификой работой каждого отделения, до тех пор наша нация будет болеть, причем болеть страшно, с ростом онкологии, с ростом респираторных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, до тех пор, пока люди от медицины, руководство от медицины, этого не осознают на самом высоком уровне ФМВА, а ведь знают, но отмахиваются, это не кажется для них жизненным. Они не сидят перед кабинетом онколога, они не сидят в этих очередях. До тех пор, пока это будет оставаться на прежнем, теперешнем уровне, практически нулевом, не практически нулевом, а нулевом, где вы видели медицинского психолога в пульмонологии? Где вы видели в гинекологии медицинского психолога? В педиатрии? В хирургии? В терапии? В гастроэнтерологии? До тех пор, пока не будет минимум 33 медицинских психолога, а ведь в каждом отделении может быть и не по одному, а по два, я думаю, что эффективность лечебно-оздоровительных мероприятий, проводимых нашими медицинскими учреждениями, вырастет в разы. В западных странах 50% успеха из лечения, успешного выхода из, значит, анестезия, да, то есть успешного выхода послеоперационного, 50% успеха, они говорят о том, что это психологический настрой человека после операции. Они не то, что это верят, вот как я вам сейчас пытаюсь некоторое внушение, да, произвести там, они это знают, они это понимают на уровне знания, цифр конкретных, да, исследований. У нас это знают душой, но никто никогда не заботится на уровне каких-то приказов, разрешений и так далее, введения вот этих самых людей, медицинских психологов в эти отделения. Пока этого не будет сделано, к сожалению, состояние нашего общества будет только ухудшаться. Медицинская организация здравоохранения говорит, что здоровье это состояние полного душевного, физического и социального благополучия. Обратите внимание, слово душевного стоит на первом месте. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, это понимает. Здоровье это состояние полного душевного, физического и социального благополучия. Душевного, физического и социального. Душа, тело и общество. Вот что формирует здоровье человека. Не я придумал. Официально в документах Всемирной организации здравоохранения это написано. Почему есть, я не знаю, гастроэнтеролог, но нет медицинского психолога. Есть хирург, но нет медицинского психолога. Есть терапевт, но нет медицинского психолога. Есть окулист, офтальмолог, но нет медицинского психолога. Это настолько явно, что просто вызывает сомнение, вообще вменяемость людей, которые организуют наше здравоохранение в Российской Федерации. На этом все. Благодарю за внимание. Возможно видео эмоционально. Отписывайтесь под этим видео, заходите на наш форум. Все это легко доступно. Пишите мне на почту. Всегда буду рад с вами подискутировать, обсудить какие-то вопросы. Еще раз благодарю. Спасибо большое. Всем здоровья и удачи вам.